Всем пламенный привет с Арабских Эмиратов, конкретно с города Дубай. С вами, как всегда, Евгений. И Алла Панюта. И сегодня мы решили посетить просто детское царство. Парк Леголэнд. Я знаю, что у меня в подписчиках очень много зрителей с детьми. Че скрывать, дети меня тоже смотрят. И я в душе огромный ребенок. И вот мы сегодня с Аллой решили вспомнить это детство. Окунуться в мир Лего. И заодно вам показать, как можно совместить пляжный отдых в Дубае. И одновременно, как развлечь детей. Если, например, детям не сильно охота купаться. Им нужны какие-то их родимые детские развлечения. Да, Муха? Уйди, Муха. Так вот, давайте пойдем развлекаться. Развлекаться по-детски. Или не по-детски. Мы вот только зашли в первый же павильон. И вы знаете, какой-то детский восторг. Смотрите, Дубаи в миниатюре с одной стороны. Но с другой стороны, это такие копии зданий, которые создают впечатление, что я здесь великан. И это же все игрушки. Я думаю, это же с Лего все сделано. Реально прикольно. Вот там стоит Алла. Где Алла? Это же Алла, да. Вы посмотрите. Вот Алла. Вот копия Бурж-Халифа. Мы буквально в одном из предыдущих видео вам показывали, как мы наблюдали за городом Дубаи с высоты птичьего полета со 125 этажа Бурж-Халифа. А теперь вроде бы снова окунулись там же, но только уже, я же говорю, в виде великанов. Но вы не думайте, что здесь лишь копия Дубая. Если вы сильно соскучились по Египту, пожалуйста, вот вам копии пирамид. Класс. Причем здесь нормальная такая копия Дубая. Мы только что стояли вот здесь. Здесь воссоздано метро. И не просто так. Здесь на самом деле катается метро. Где очередной состав? Ладно, ждем состав. Где-то в пути сейчас метро. Здесь же копия аэропорта. С летающим самолетом. Алла, где метро? Куда уехало метро? Не только метро. Машинки катаются. Остановка. А, смотрите, там красный сигнал светофора. Все, автобус остановился. А вот, собственно, и метро. Да, если бы я сюда попал в детские годы, меня бы родители отсюда с трудом бы вытащили. Я бы, наверное, здесь днями торчал бы. Во! Очередной состав метро. Я поначалу не обратил внимания. Оказывается, около каждого здания есть табличка, где расписано, что за здание. А главное, указано, сколько деталек Lego было использовано при сборке. Например, вот, Бурж-Халифа, да? Как думаете, сколько здесь деталек? Вы будете удивлены. 439 тысяч! Капец! И это только Бурж-Халифа. А здесь же их много. Пирамиды видели, Дубай видели, аэропорт видели. И вот там еще другие здания. Вот, давайте вот это посмотрим. Даже не знаю. Ты кто? А где табличка? Не вижу таблички. Ну, ладно. Во! Ламборгини, да? Полиция Дубая. Так. 408 тысяч 702 штучки. Mall of the Emirates. Да, масштабно, масштабно. Это, конечно, не пазлы собирать, да? Да. И, ребята, вместе с вот этим игрушечным львом я вам напоминаю, что все экскурсии в Дубае мы с Аллой заказываем на сайте Туристина. Вот ссылка, в описании тоже есть ссылка. Очень удобно. Заказали онлайн на сайте, оплатили визой, мастер-кардом, либо же Apple Pay. В электронном виде получили QR-код, все, пришли и развлекаетесь на той экскурсии, на которую вы собрались отправиться. А главное, что цены дешевле, нежели в кассе. Лично проверено. Здесь есть копии не только огромных зданий, но и животных. Причем масштаб тоже впечатляет. Я подойду к жирафу, и я ему буквально по коленку его ноги. Вот какая высота. И вот еще животное. Динозавр какой-то. Дракон. Поначалу мне показалось, что это какой-то слишком уж детский аттракцион, а он нормально так разгоняется. Поначалу он просто медленно-медленно. Нормальная скорость. Ал, будем? В смысле нет? Мы же в детство пришли. Катаемся. Где вход? А где вход? Вот там, идем. Все начинается культурно-медленно. Да? А ну-ка, каля поближе. Ну? Ну что, нормальная разминка. Страшно или что? О! Хоть прижало к стенке. Нормально? Не, ну я люблю поэкстремальней, а это как раз для Аллы. Только что глянул, как получились на видео наши покатушки. И вы знаете, видео совсем не передало. Тех эмоций, когда ты садишься лично. На видео кажется, что мы там как черепахи катаемся. Нормальная такая скорость, особенно для детей. Для детей это просто верх, наслаждение будет. Присутствует еще вот такой аттракцион. Типа американские горки, либо я бы назвал веселые горки. Но тоже, если кто-то боится слишком экстремальные покатушки, то подойдет. В этом парке можно не только понаблюдать за Лего, но даже и поиграться с ним. Вот есть отдельная зона. Приходите, вам выдают набор, вы собираете. Например, какие-то машинки полицейские. А потом тестируете, нормально ли вы собрали. Хорошо ли они ездят. А в целом тематических зон тут просто предостаточно. На любой вкус и возраст детей. Вот, например, школа вождения и вот такие небольшие машинки. И Алла сейчас пошла в какой-то морской порт лодки из Лего. По крайней мере, Алла мне так сказала. И пока я отвернулся, все, нет Аллы, иду искать. Таки да, здесь есть вот такая небольшая река, лодки. Вот так садитесь и плаваете. Вот, как раз посмотрим. Ну, мы плавать не будем. Нам, пожалуй, яхту подавай. Ну, а детям реально будет прикольно. Внутри реки зона вот такая с батутами, горками, тоннелями, разнообразными конструкциями. И если у вас просто гиперактивный ребенок, ему надо выпустить пар, то просто идеальное место. Да, энергию он здесь точно потратит. А здесь можно поиграться в пожарника. Только не во взрослую версию, а в детскую. Вот здесь импровизированный пожар. И можно его потушить. Еще один аттракцион для покатушек. На этот раз самолеты. Конечно же, в стилистике Лего. И получается, почувствуй себя пилотом. О, так он нормально еще и поднимается. Я думал, просто в обычной плоскости будет летать. В принципе, таки летает. Да. Мы с Аллой попали в святая святых Лего Ленда. Здесь на примере конвейера показано, как производятся кубики, фигурки. Вот эти блоки Лего. Пластик начинается из гранул, пластика какого-то. И здесь целая процедура. Здесь пластик плавится. Придается форма. Потом по всяким трубам. Вот так. Не знаю. Вакуумом чем-то передвигается. Что-то там красят. Форму придают, пакуют. Реально классно. Ну, конечно, в действии машины не запущены. Это просто пример. Но все равно, любознательно. А еще нам подарили две фигурки Лего. Которые таким методом были произведены. Так что не только отдыхаем, развлекаемся, но еще немножко обучаемся. Мы с Аллой уже обошли большинство развлекательных зон в этом парке. Понятно, что некоторые развлечения прям уж для слишком маленьких. Но не интересно нам с Аллой на лодочке плавать, либо на самолетике летать. Хотя вот та крутилка нам зашла. Но мне как взрослому больше всего эмоций приносит вот эта зона с зданиями, с копией Дубая и других стран и городов. Ты когда подумаешь, что одно здание включает в себя сотни тысяч деталек Лего. Причем все настолько реалистично воссоздано. Прям очень круто. И мы с Аллой еще раз пришли, чтобы понаслаждаться, поделать фото, видео. Ой, знали бы вы сколько Алла наделала сториз именно с этой локации. Так что для начала я прорекламирую свой инстаграм. Вот мой инстаграм. Обязательно подписывайтесь там. Самая актуальная информация. И в описании есть также ссылка и на Аллы инстаграм. Так что заглядывайте. Честно признаюсь, я завидуюсь сотрудникам Лего. Это же такой кайф создавать вот такой вот мир. Такие строения. Это просто завораживает. Я бы там точно работала. Работала или играла с дым? Работала, играла. Это же два в одном. Работа мечты. Ну я думаю, работник, который пять тысяч часов собирал Бурдж-Халифа, в последние часы работы думал, когда я уже закончу. Но я думаю, он это делал не один. А по-любому. Пять тысяч рабочих часов и четыреста тридцать девять тысяч в деталях. Капец. Ну и давайте подведем итог. Итак, Лего Ленд, как я уже говорил, это реально рай для детей. И если вы приехали на отдых в Дубае с детьми, я думаю, обязательно стоит порадовать своего ребенка. Потому что он здесь найдет развлечений и приключений просто на весь день. Классно, что есть аттракционы, где родители вместе с детьми могут покататься. Ваш ребенок может потрогать Лего, собрать какую-то игрушку, которая ему нравится. В общем, классно провести можно день. Да, что главное, ты не только смотришь, что что-то создали из Лего. Ты можешь сам создать, поиграться, потом на аттракционе покататься. И, конечно же, здесь есть много магазинов, где можно приобрести Лего. Куда же без этого? Но мы себе приобретать не будем. У нас немножко другие интересы. А так, ну мне, я порадовал свою детскую душу, или как это сказать. Но я в таких местах реально впервые. И мне зашло. Да, как ребенок по мне ликует. О, да. Но, а мы с Аллой продолжим искать приключения на свою... Голову? Голову, пускай я не так думал сказать. И вот, чтобы не пропустить все последующие выпуски с Дубая, обязательно подписываемся на канал, лайк, колокольчик. И снова скоро увидимся. Всем пока. Пока.